Девочки, я нашла. Их всего было две. Разверну трусы на весь экран. Шо она щипает? Ну как, работает? Работает! Внутри это вот такая вот... фигня. Крошки мои, конкурс! Итак, я разыгрываю. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут покупочки Fixed Price. Только новинки. Да, на самом деле сейчас в Fixed Price столько новиночек, я просто офигела. И хочу начать с очень необычной штучки. Вы как заметили, у меня новый фон, да, стараюсь. В общем-то, еще в процессе очень много всего. Буду менять, стараться, так что мне уже хоть потихоньку более-менее начинает что-то нравиться. И к моему фону я нашла вот такую классную штуку. Согласитесь, будет очень-очень эффектно смотреться сзади. Стоит она 199 рублей, я ее забрала последнюю. В Fixed Price есть такие еще яблочки зеленые, груши желтые, и еще какая-то фигнюшка, ананас, по-моему. Или не помню. А, нет, не ананас, а какое-то сердечко бежевое. Но мне очень нравится пудровый этот, перламутровый такой цвет розовый, очень красивый. И прямо вот я подумала, что где-то здесь будет очень неплохо смотреться. Правда? Напишите в комментариях, нравится вам. Вообще, как вам мой фон? Ну, будем работать еще. Дальше. Кстати, вот эту вещь я не сразу купила, она была одна, и я прошлась, все купила, ее, в общем, оставила. Думаю, ну зачем она мне нужна? Потом, представляете, я целые сутки о ней помнила. И думаю, блин, она осталась одна, а вдруг я такую больше нигде не увижу. И она так запала мне в душу, что я на следующий день вернулась в этот магазин, и она стояла, ждала меня. Больше в фикс-прайсах я такой штучки не видела. И я всегда, кстати, руководствуюсь своей интуицией. Когда бывает, ты что-то хочешь купить, тебе вроде нравится, но ты думаешь, зачем оно тебе нужно? Я, бывает, сразу не беру. А на следующий день, если я про эту вещь думаю долгое время, то я либо за ней возвращаюсь, а если ее нет, то, ну, не судьба. Пошла тема сейчас в фикс-прайсе фламинго. Да, у меня, кстати, если видите, такое покрывало фламинго. Фламинго, я его купила в Ашане за 500 рублей, но в фикс-прайсе тоже есть фламинго, и я взяла вот такие наклейки интересные. Это как раз-таки, когда у меня девочки заказывают в магазине что-то, я всегда подписываю ему открытку с любовью от Селена Свеи, и клею сердечки туда, выпуклые, которые тоже покупала в фикс-прайсе. Знаете как, так как я много снимаю в фикс-прайсе, немного в фикс-прайсе отправляю вам. И вот взяла такие еще наклеечки. Буду и такие наклеечки клеить, и вы смело можете кому-то говорить, вот смотрите, Селена вот тогда снимала видео с фикс-прайса, и это наклейки именно вот с этой вот наклейки. Круто же, круто. Здесь фламинго, ананасики, розовые цветочки, бананы, лимончики. Короче, очень красивые наклейки. Мне кажется, их можно куда-то придумать, дизайнер какой-нибудь, чего-нибудь. Кстати, это видео сегодня будет необычное, потому что сегодня будет в конце видео небольшой конкурс для вас. Давно не было конкурс, поэтому я решила сделать небольшой конкурс, и будет три победителя. Оставайтесь со мной до конца видео, и подробности я вам обязательно все расскажу. Дальше вот такой вот блокнотик фламинго тоже мне понравился. На мой взгляд, он очень красивый, нежный. Здесь на боковушечке тоже немного фламинго зарисовано. Ну, а сами странички, они вот такие вот белые. Клеточка, можно сказать, но она такая не разлинованная клеточка, а точечки вместо клеточки. Вот. Ну, такой вот как тетрадка, большой. Мне очень нравится. Может быть, вы помните, там еще в некоторых фикс прайсах остались, в некоторых не остались. Это вот такие блокнотики. Я их, кстати, буду разыгрывать в конце видео. Не только их, это будет в посылочке. Тоже вот такие классные блокнотики. Я их уже показывала и говорила вам, что я их специально для конкурса оставляю. Значит, вот такие блокнотики я буду разыгрывать в конце видео. Дальше покажу, что еще. Ну, в общем, вот этот фламинго, он был там один, и я его забрала последним. Еще очень интересные вот такие трусики появились в фикс прайсе. Сначала я их не увидела. Вообще-то я во втором фикс прайсе уже их увидела. Здесь 200 рублей стоит трое трусиков. Мне стало очень интересно, какие же они там внутри, да. Я даже там немножечко приоткрыла их. Но я эту же упаковку и взяла, которую приоткрыла. Смотрите, одни трусики. Мама моя так красиво трусики показывает. Вот она вот так их как-то складывает, вот так, и вот чуть-чуть вот так показывает. Ну, я не такая скромная, как моя мама, поэтому разверну трусы на весь экран. Значит, вот такие трусики фламинго. Здесь их разных много. Небольшая рюшечка идет. Это хлопок. В принципе, он еще и тянется. И я взяла себе 42 размер. Думаю, он мне идеально подойдет. Значит, много мелких фламинго. Дальше идут трусики, где один фламинго посредине. Нежный, нежный такой цвет. И вторые идут трусики без фламинго. Просто розовые. Вот, один размерчик. Там есть белые, голубые, бирюзовые. Размер там 46-48, по-моему, я видела. Самые большие. То есть, огромных нет. И они уже заканчивались. И они были еще не в одном фикс-прайсе. И они были не в одном фикс-прайсе. То есть, не во всех фикс-прайсах они были. Что я сказала, сама не поняла. Еще, так как я очень люблю пайетки, я не смогла пройти мимо вот такой вот косметички. Мне понравился очень ее цвет. Я сейчас хожу по улице в своих вот таких вот очках, которые мне Кристинка дарила, полароиды. Ярко-синие такие, с фиолетовыми переливами. Куртка у меня такая тоже. И, в общем-то, когда я зашла в фикс-прайс в этом своем обличье, я сразу взяла эту косметичку. Она очень подходила к моему луку. Понятно, что с косметичкой я вот так ходить прям не буду, да? Но она еще какая-то непростая. Она достаточно плотная. Плюс она двойная. Вы понимаете, да? Очень красивый цвет прям, мне кажется, мой. Стоит она 200 рублей. И внутри ее еще можно носить как сумку, походу. То есть это такая косметичка-сумка. Здесь такие штучки, кольца. Застегнула. И пошла. О! Не, ну в виде сумки, конечно, я бы не сказала, что на огонь смотрится. Хотя... Но как косметичка она идеальная. Просто идеальная. И такие я встречала, если заходила в какие-то другие фикс-прайсы новые. Их либо вообще не было, либо одна-две лежали. Но я взяла себе одну, мне достаточно. 200 рублей. И еще в фикс-прайсе появились вот такие диски, на которых можно крутиться. Вообще, когда я его только увидела, я подумала о Деньке. Мне показалось, что он станет ножками, будет что-то делать. Ему будет интересно там удержать равновесие и так далее. То есть в первую очередь для него. А вообще стоит тоже 200 рублей такой тренировочный диск. Fitness and Power. То есть на него становишься и крутишься вот так. Я не знаю, что он, честно говоря, делает. Наверное, талию. Талию делает. Ну это как бы скручивания такие. В общем, интересные. Я его затестила. Он очень клево работает. В общем, их там очень много. По 200 рублей. Мне кажется, стоит взять. Пришел к тебе друг. Встал ты на этот круг. Разговариваешь с ним и крутишься. По-моему, очень даже полезно. И не напряжно, главное. Ну как, работает? Работает. Счастливая у меня будет. Ой, какая хрена. А счастливая какая. Я люблю кататься на качелях. Так. Что тут тренируется? Тренируется. Можно вот так вот делать. Можно вот так вот по ходу делать. Но лучше всего вот так. Но это талия. Ой, красивые будем. Кстати, еще я взяла, нашла и еще взяла, потому что 4 магнитика было мало. Это я с Леной как раз таки была в Москве, покупала эти магнитики, увидела у нас. И снова я взяла такие же глиттерные, потому что мне они понравились. Так что будут еще. Тут 4 магнитика, прям и все. И свободных магнитиков нет. Взяла еще 4, будут свободные магнитики на холодильнике. Они маленькие, аккуратненькие, мне очень понравились. Еще из новиночек в фикс прайсе вот такой вот маникюрный набор. Стоит 99 рублей. Там очень красивые расцветки. Внутри 7 предметов. Сейчас я открою, мы с вами посмотрим. Разные расцветки. Ярко-розовые, нежно-розовые. В этот раз я решила взять почему-то голубой. Смотрите, какой красивенький, аккуратненький. Возможно, я кому-то подарю, а возможно, оставлю себе. Ну, в общем, я не смогла пройти мимо. Очень-очень мне понравилось. Смотрите, какой набор. Здесь у нас какая необычная щипалка. Смотрите. Щипалка с заостренным кончиком. Это что такая за щипалка? Что она щипает? В общем, тоненькие ножнички. Но ножнички, я думаю, они игрушечные. Они прям вообще какие-то тоненькие. Ой, а вообще, качество ножниц вообще трындец. А ножницы кошмар. Дико к детски. Так, пилочка, лопаточка и пинцет. В общем-то, все такого качества очень, на самом деле, слабо некого. Вот, чтобы дарить кому-то, честно говоря, не особо это. Ну, вот так, чтобы на подарок на 8 марта. Вообще, короче, честно говоря, это плохой подарок. Поэтому, если я кому-то отдам, то чисто так, просто поиграться. Или скажу, ой, смотрите, что у меня есть. Хотите? Забирайте. Так, взяла пакеты лимонные. Мне понравилось, как они пахнут. Взяла. Обязательно пачку салфеток в поездку. Еще я давно посмотревала на вот эту вот игру. Такие детские деньги. Денька все время любит мои монетки посчитать. Я ему не даю эти монетки, потому что они грязные. А здесь, смотрите, карта. Он везде в магазинах расплачивается. Где он со мной, он всегда расплачивается картой. То есть, он знает, что такое карта, что ее нужно прикладывать к такому специальному монитору, что нужно взять чек потом. И он с удовольствием все это дело делает. Я ему решила приобрести вот такой за 50 рублей набор, за 55, где будут у него собственные монеты, куча денег и карточка. Мне интересно, как он будет играть в это. Ну, в общем, 55 рублей не жалко. Посмотрю. Совсем маленьким деткам, конечно, это нельзя. Они будут тащить все это в рот. И я, конечно же, дам Деньке. Он у меня не тащит все в рот. Но я все равно за ним буду следить. Мало ли. Раз уж мы пошли за Деньку, то я где-то в обзоре видела вот такую вот игрушку прикольную. И тоже решила ее взять, попробовать Деньке. Это такой фубик-рубик. Решила его сама взять, да, затестить. Мне кажется, что ему должно понравиться. Он весь такой рассыпается, кубик-рубик, на все стороны. Смотрите. Как его не трогай, он, оп, раскладывается. Прикольно вообще. Да и вообще вот так вот сидеть, антистресс какой-то прям. Прикол. Мне нравится. Посмотрим, как Денька с ним. Я люблю вообще ему брать какие-то игрушечки такие. Тем более это может быть моторика, да. Брать такие игрушечки какие-то интересные. Потому что все игрушки ему надоедают. И в Экспрессе очень удобно удивлять своего ребенка чем-то новеньким и недорого. Класс. Тебе нравится? Класс. Ну, играй. Кубик-рубик называется. Еще одна из моих подписчиц давно уже написала мне и сказала, Селена, если ты вдруг увидишь в Фикс Прайсе книгу для записи кулинарных рецептов, обязательно возьми. Она очень крутая. В ней написаны разные калории. И, в общем, такой удобный стиль. Я на самом деле ходила. Если эта девочка смотрит меня, то да, это ты, которая писала. Потому что мне только одна писала об этом. И я, честно говоря, ходила по Фикс Прайсу. И нет-нет, всегда заглядывала в книжный в надежде найти книгу для записи. Девочки, я нашла. Их всего было две. Спустя, я не знаю, несколько месяцев. Я их сразу взяла, две последние, для того, чтобы вам их разыграть. Я знаю, что меня много смотрит девочек молодых, и им было бы интересно получить от меня такой презентик. Потому что книжки реально очень-очень крутые. Смотрите, здесь в начале прям по калорийности всякая полезная информация. Все вот это. Масло сливочное, столько-столько. В общем, все расписано. Очень круто. Раз, два, три. Несколько страниц. Ой, страниц 10. Потом, например, салаты и закуски. Смотрите, пишите. Здесь написано приготовление. Здесь уровень сложности, количество порций, время на подготовку. В чем дело. Здесь, то есть, все просто отмечаете, да, и минимум пишете. Но способ приготовления только. В общем, очень классно. Мне понравилось. Действительно, очень крутая книга. Я думаю, молодым моим девочкам, моим подписчицам будет интересно. Их было всего две, поэтому я разложу это. Ну, как бы, будет три победителя, но только двоим. Достанутся такие рецепты. А одному достанется вот такая сумочка, которая в фикс прайсе тоже новиночка. 200 рублей стоит. Сумочка на пояс. Она такая черненькая, спортивненькая. Подойдет под любой спортивный образ. Сзади она просто застегивается. Здесь все регулируется. Вот серебряная такая вот змейка. Достаточно вместима. Я думаю, что это тоже хороший подарок. Тем более, я забрала ее последнюю. Больше их нигде не видела. Так что вот такие. Ну, например, первое место там получат. Ну, там еще, еще там будет. Я покажу, в общем, в конце видео. Еще мне понравился очень интересный ежедневник. Смотрите. Эко. И, кстати, я увидела, что там еще были зеленые. Эко что-то там. Эко бук, что-то такое. Мне понравилось серебро здесь такое, темно-коричневое. Давайте откроем. Прям под мой лук, смотри. С закладкой даже. Ну, в общем, он сделан из ткани вот здесь. Внутри торец, видите, коричневенький такой. И внутри это такой ежедневник. Вот так вот все. Мне очень понравилось тем, что он вот обшит именно тканью такой плотной. Очень интересно. 100% органик написано. Вот. Здесь есть закладочка. Очень удобно где-то открывать. Ну, и остались совершенно несколько покупочек. Значит, чистящий компонент для мобильных устройств. 55 рублей я решила взять. Сверху здесь вот такой вот идет. Вот такой вот маленький тряпочек. Слушайте, он такой прорезиненный. Микрофибра. То как она какая-то то ли мокрая, то ли влажная. Я не знаю. Наверное, вспотела под крышкой. И здесь такой вот спрей для устройств. У меня один такой спрей в машине. Я им чищу очки, там и экранчики, панельчики. Такое все. И решила взять домой, чтобы тоже телефон. Но в основном для компьютера. В общем, такую вещь купила. Мне кажется, что прикольно. Кстати, это же лайфхак, да? Взял такую маленькую тряпочку. Завернул вот так. И крышкой накрыли. И тряпка не потерялась. Всегда рядом. Да? Рядом. Вот. Класс. Еще очень интересная вещь в фикс прайсе. Ну, я вот это посмотрела. Думаю, блин, ну это надо купить просто, как бы даже затестить. Это сеточка для умывания. Взбивает пышную и густую пену. Ничего только не придумываю. А внутри-то что это? Внутри это вот такая вот фигня. Какая-то мешочек из сеточки. Так. На нее типа наливаешь ты пену. Потом ты что-то вот так делаешь. Или вот так. Ой. Сейчас ломаю, оборву. Ой. Что с ней делать? Тянуть куда-то? Никуда тянуть не надо. То есть просто ты сюда наливаешь и вот так вот делаешь. Получается пена, и ты этой пеной потом обуваешься. Класс! Вообще придумали же! Ничего прям делать не надо. Правда? Сама взбивает пену. А то же мы руками пену-то взбить не можем, да? Умыться. А то как мы умоемся без обильной пены? Ее не хватает все время, когда мы руками ее мылим. Правда? Поэтому это очень необходимая вещь. Ну и так как у меня еще новый фон, я вообще вам давно уже планировала тоже снять, как из салфеток сделать такие красивые пышные цветы. Вот. Но я увидела в фикс-прайсе, что за 55 рублей целых 3 штуки можно сделать. Я решила их взять. Давайте попробуем на фон повесить такие красивые цветы. Не все на фон повесим. Это в следующем каком-то видео вы увидите у меня. Мы сейчас вот один сиреневенький откроем с вами. Посмотрим, как оно делается. Мне кажется, что на фон очень красиво будет. Я в фикс-прайсе когда-то взяла такого цвета салфетки для того, чтобы вам показать, как такие цветы делаются. Ой, а что же я развязала? Наверное, не надо было. Да, не надо было развязывать. Давайте завяжем обратно. Точнее, я потом завяжу. Мы возьмем новые. Как всегда. Вот сначала инструкцию почитать надо. Или нет? Нет, вот так вот. Вот так. Немножко развязали, чуть-чуть оставили такие штучки. Да, да, да же, да же. Да, да, вот. Все, оно здесь как бы завязано, висит, да? А теперь мы берем и... Короче, мы раскрываем каждый листик. Мы берем так и каждый листик раскрываем, правильно? А, подожди, нет, вот он. Вот он здесь так. Ну да, каждый листик, короче, мы раскрываем. Ну, в общем, что-то такое получается, красивенькое, да? Здесь, получается, сзади такие завязочки. И мы можем красиво прицепить вот сюда цветочек, да? И так как их три вот таких цветочка и три беленьких, они могут неплохо смотреться у нас как-то на фоне, да? Очень красиво. В общем, мне нравится. Такой цветок. Так, и теперь конкурс. Крошки мои, конкурс. Итак, я разыгрываю. Еще я покупала давно в фикспрессе вот такие косметички. Специально для конкурса. И они, в общем, дождались своего часа. Итак, три победителя. Каждому достанется победителю по такой одной косметичке. По одному такому блокнотику. Вот они, они. Здесь у нас какие-то шарики, водичка. В общем, смотрите, как классно. Яркие весенние блокноты. Очень красивые, небольшого размера. Внутри они безлинонки. Можно их рисовать на них, писать все, что хочешь. То есть, каждому достанется по такому блокнотику. Дальше двум победителям достанутся вот такие книги, в которых можно записывать рецепты. Кстати, моя мама готовит. И вы можете как раз-таки сюда записывать рецепты нашей семьи. И одному достанется вот такая сумочка. Все. Все подробности участия будут под видео. Ну, а в принципе, все условия те же самые. Это лайк моему видео, быть моим подписчиком. И репост этого видео своим друзьям в одной из соцсетей. Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники. И под видео в комментариях написать «Участвую» и ссылочку на ваш репост. Я думаю, что конкурс будет длиться всего лишь... Давайте возьмем... Давайте возьмем 4 дня, например, да? Но под видео я продублирую всю информацию. И напишу точную дату, когда в моем инстаграме, и тоже ссылку на инстаграм оставлю, будут объявлены победители. Вот. И я с удовольствием отправлю вам эти все подарочки. Участвуйте. Для того, чтобы узнать имена победителей, вам не обязательно регистрироваться в инстаграме. Вы просто сможете пройти по ссылке в любой вообще. Прямая ссылка будет на инстаграм. И увидите в ленте мои публикации. Я сделаю победителей в ленту. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Участвуйте в конкурсе. Желаю вам всем удачи. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok